Доброго времени суток! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. А наша глава называется «Корох». И да, можете кидать меня тухлыми яйцами, но это один из любимых моих персонажей. Конечно, мы о нем говорим все время негативно, он такой нехороший, он плохо закончил, но особенности в хасидской литературе мы часто встречаем, когда о нем говорят очень позитивно. Например, такой мудрец, как Ицак Яков Воровец, великий Хозе из Люблина, он называет его «святой старина Корох». Почему такое теплое отношение? Потому что во всем, в любой истории в Торе, мы даже в самой негативной, мы можем выучить какой-то очень важный урок для нас. Ну а на самом деле, чего вам не нравится Корох? Чего Муше не нравился Корох? Ведь он говорил абсолютно правильные вещи, он говорит «весь народ свят». Что не нравилось в этом утверждении Муше, ведь они были абсолютно оправданы, потому что Корох говорит, что мы весь святой народ, мы все стояли у горы Сина, или он говорит, что в нас в каждом находится Бог, потому что сказано «постройте мне храм, я буду находиться в вас». Да, я вам честно сам скажу, что в своей ежедневной практике я точно так же очень люблю говорить людям, какие они молодцы. Когда какой-нибудь еврей забрел в синагогу ближе к Идушу на шаббат, я ему скажу «ты просто цадик, что пришел в синагогу, праведник, если кто-то не знает, что это такое». Или какой-нибудь еврей, который окажется на уроке Торы раз в полгода, я скажу «ну, ты просто святой». А если он придет в синагогу в выходной день, наложит твелин, так он и цадик, и святой, да еще и красавчик, конечно, ну, твелин, понятно. А что такого плохого? Я позитивно поощряю этого человека, вырабатываю позитивные эмоции, связанные с даизмом, все замечательно. Что же так не нравится Муше? Не то, чтобы Муше не нравится, но Муше имеет небольшую такую тонкость в различии подхода. Такое различие подхода между Корохом и Муше, на первый взгляд, даже не очень очевидно. Есть маленькое-маленькое «но». Корох говорит «вы все святы». Он говорит нам лозунгами, лозунгами, которые мы так очень любим. Свобода, равенство, братство, мир, труд, май. Замечательно, все сладко и хорошо. И он использует все современные образовательные фишки позитивного поощрения и так далее. Муше несколько глав назад, еще в книге «Воикра», в главе «К душим» приводит нам слова Всевышнего «К душим тию» «Будьте святы». Вы чувствуете разницу? Корох говорит «вы все молодцы, вы святы». Муше говорит «вы будьте святы». Вот в этом вся и разница в том, что или ты уже молодец, или для того, чтобы быть святым, нужно что-то делать. И посмотрите, что говорится там в голове «К душим». Да, «Будьте святы» — это значит шаббес, кошер, семейная жизнь, отношения друг к другу. Короче, брать на себя ответственность, что-то сделать для того, чтобы стать святым. К сожалению, такую правду, которую дает нам Муше, мы не очень любим, когда нам говорят. Мы не любим это ни в новостях, ни в Твиттере, ни в Фейсбуке. Гораздо приятнее слушать современные сладкие медовые лозунги. Что нам с вами с этого, дамы и господа, мы должны задать вопрос себе, как долго мы будем готовы слушать сладкие лозунги короха, или наконец-то будем готовы услышать правду, пусть не такую сладкую, которую хочет сказать нам Муше, правду о том, что нужно внести ответственность за свои поступки. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok